если вам понравится данная история ставим лайки оставляем комментарии подписываемся на канал если данная история вам не понравится ставим дизлайк оставляем комментарии что вам не понравилось вам несложно мне приятно приятной вам истории вот и продолжение истории петля часть 2 ссылку на первую часть вы найдете в описании приятная вам история распаленный викинг быстрым движением открыл замок заготовленным ключом и вышел в темноту коридора как тогда наверное настоящие викинги шагали на палубу вражеского драккара взятого на абордаж посредине холодных волн эй ну ты где тут кто ты тут есть и кто тут есть вообще раскатился в коридоре зычный голос давай вылезай наступила гробовая какая-то звенящая тишина который ужас вдруг стал таким плотным и осязаемым что павлу казалось что он может резать его ножом сжатым в мокрой от пота ладони лена лишившись последних сил полуобрачном состоянии привалилась к плечу друга до боли в ушах вслушиваясь в звуки из коридора именно боли в ушах отдались еле слышные шаркающие шаги кого-то чего-то выходящего из кабинета где они нашли новинфицированное тело повешенного потом был неуверенный невнятный звук который издал макс что-то вроде сдавленного возгласа в котором елене послышалось задушил и и тихое знакомое причудом эхо в верхнего этажа прозвучавший почти вопросительное слово биги почти сразу раздался хрустящий шорох и дробный ток потом тишину разорвал в клочь оглушительный грохот сметаемое видимо сильным ударом 2 металлического ведра который еще долго гремела и катилась по коридору между крыльями затихая удаление лена не выдержала и закричала тонко и испуганно павел скачивая заслонила ее сжимая в руке тяжелый нож и стараясь не думать о том как может ей помочь бритвенно острое лезвие длиной в ладонь против того и чего что было снаружи а снаружи все еще покачивался свет фонаря метался туда и сюда по коридорах чуть удалялся сопровождающий тяжелым хрустом толстый подошвь по пыльным прогнившим доскам вернулся метнулся к зверью и вскоре уперся в пол возле нее следом медленно и неловко вошел максим неуверенными движениями он натирала лицо павла показалось что оно было мокрым от пота зайдя здоровяка немного осоловила посмотрел на перепуганную парочку поставил фонарь стеклом на пол прикрыл дверь и аккуратно запер ее на ключ что что там было макс напряжно спросил парень мужчина несколько секунд стоял не оборачиваясь упираясь лбом в дверь словно собирался с мыслями ничего ровным голосом сказал в итоге максим там ничего не могло быть пашка значит ничего и не было что ты мне лечишь раздраженно добавил пану если ничего не было кто дел дергал двери что за грохот там был кто говорил не кричит все также ровно отозвался максим поморщившись и с расстановкой закончил я ничего не видел ты нас убеждаешь или себя себя наверное спокойно признал викинг и руку за ножом павел щелкнул кнопкой сложил лезвие и раздраженным бросил оружие другу на которой сейчас смотрел что-то как-то с неприязнью максим вложил нож в чехол на бедре сел у стены еще раз вытер лицо ладони вздохнул глубоко потом погасил фонарь мне надо подумать в темноте его голос был усталым и прозвучал как-то с непривычной просительной интонацией утро вечера мудренее типа чуть успокоившись поинтересовался все еще стоящий на ногах парень что-то вроде отозвался макс сейчас там ничего нет это точно паш лена я смотрел фонарь далеко бьет давайте отдыхать пара завалилась вновь устраившись у стены и вскоре в кабинете как и во всем здании опять воцарилась тишина только теперь никто не знал как долго она продержится и причем она и когда будет нарушена в следующий раз и все же усталость и нервное напряжение опять взяли свое и проснулись компании уже только на рассвете от света льющегося в мутные темные стекла кабинета кряхтя и постанова они встали с пола и разминали затекшие руки и ноги лена обнаружила что ночью прокусила так и все лаку все-таки ладонь и макс деловито обработал ранки антисептиком и аккуратно наложил бинт все это приходило в молчании павел с любопытством посматривал на друга но не давил он уже пришел в себя после ночной встряски и понимал что максим из тех людей которые будут утаивать без нужной причины критически важную информацию не такой он человек о ночном происшествии вообще не упоминал по-общему молчает ли вам у согласию пытаясь хоть как-то прийти в себя глядя на реальный мир за неприступными мутными окнами лена долго и тоскливо смотрела настоящий под окном него давайте давайте проверим кухню что ли словно прочитав ее мысли предложил макс ну а вдруг в коридоре валялась сломанная пополам ручка старой швабры мятое ведро лежало у стены почти у прохода в короткое крыло павел пытливо глянул на друга но смолчал краны на кухне поддались усилием крепких рук но поначалу ничего не произошло когда троица уже почти собралась уходить один из них в дальнем краю вдруг раздался какой-то звук низкий звук экран загудел вздрогнул и выплюнул из гнутой трубки сгусток чего-то рыжебурого лена подумала что это не похоже на ржавую пробку а похоже на полу сгнивший кусок выделений вслег за сгустком в кухню ворвался тошнотворная вонь от которой заслезились глаза и девушка выскочила в столовой с трудом сдерживая сухие рвотные спазмы макс торопливо закрутился краны и они все вместе вышли из столовой потом молчаливый викинг пошел спортзал где высадил дверцу в комнату со спорт инвентарем какое-то время шумно возился там парень с девушкой задумчиво стояли посередине зала взявшись за руку словно набитокурившие школьники друг друга виновата развел руками максим показался и дверях все рассыпается под пальцами как сетка вон это павел кивнул не особо удивленный они постояли глядя друг на друга тишина становилась напряжение некомфортной непривычной для двух давних друзей ладно макс вернулся ладно пошли пока тот кабинет по дороге все расскажу это это не просто я когда в школе учился тот еще урод был если честно неожиданно он как-то они вышли из спортзала это в универе уже остепенился глава работать начала а так ну здоровый же что мне никто ни слова поперек не вякнет даже учителя побаивались ну а школа где альфа-дама и омеги понятно же был у нас один здравяк мялся нервно ерошил волосы и сутулился хлипкий весь нытик гнобили его как кто хотел издевались а он не делал ничего ныл только до сопля пускал понимаете мерзкий бесил страшно и еще макс немного испуганно обернулся назад у него суставами что-то было не то стазобедренными вихлял так при ходьбе задом вертел ну как как вы знаете шаркал да после томительного молчания подтвердил викинг шаркал у него сумку отбирали кидали друг другу отбегали от него а он бегал и не мог шарком следом и ныл мог ведь к учителю подойти а мог же он или хоть что-то сделать он вдруг оборвал себя понимаешь что ищет оправдание а мы сумкой перебрасывались и кричали максим заглотнул беги беги они вошли в кабинет над входом и макс обернулся к павлу с леном мерзко это теперь вспоминать я и забыл вид совсем ну перерос изменился правда пашка ну ты ж меня знаешь то есть погоди играл жваками на скулах павел ты притащил нас место где такой же щенок затравлены до петли знаешь что за тобой ровно та же история скинул здоровяк я же говорю это было давно я постарался вычеркнуть все из своей памяти но вспоминать то начал когда это чертовщины эхо вдруг сказала беги ну и ночью он опять запустил руки в густую гриву я эти шаги узнал просто это он так ходил и обе ноги подволакивая что ты видел жестко спросил его друг не знаю начал макс и почти в выкропом глядя темное лицо павла да не знаю я пашка он она вышла из того кабинета где висельник вроде и он походка это шаркающая а вроде и нет кожа висит лицо череп я всюду может это нервный срыв у меня и помещающего же срочно сказала лена сползая по стене на корточке напугалась убежала в коридор да максим а ну неуверенно продолжит тот на меня посмотрела беги спрашивает а потом не знаю будто сложилось четверо локти и колени как суставы паука в разные стороны торчат ноги совсем бедрах вывернула и как кинется вдоль коридора в темноту а я даже фонариком следом не успел по полу стенам по потолку ведро снесло и все он нервно вздохнул и беспомощно развел руками вот все что я видел ребята все вдруг резко спросил павел делая шаг вперед и это мне ты говоришь ты все хочешь я тебе скажу все он наступал на здоровяка который вдруг как-то резко словно упал уменьшился в размерах отступая между партами к доске ты хоть помнишь что стало с тем пацаном которого вы гнобили он тоже в петлю залез а может и нет а может он тоже только не так явно ты же точно такое же говно сюда с собой с которого тут все и началось завалилась хотел beric storm вот тебе в порядке бреда этой твари нужен ты павел уже орал на шипящего макса толкая его в грудь она тебя тут держит понял с тобой играет а мы с лены до кучи под молотки попали заодно сдохнем тут все под твоей по твоей хватит тихий голос девушки из-за спины заставил парня вздрогнуть и обернуться хватит чушь нести хочешь версию в порядке бреда она устала оттолкнулась от стены и поднялась от ее вида вся злость моментально куда-то делась и павел почувствовал как в сердце сдавила щемящая нежность за прошедшие сутки от теплой сонной подруги заднего сиденья с чуть сексуальным хрипотцом в голосе и милыми спутанными волосами не осталось почти вообще ничего на него смотрел уставшие измученные жаждой страхом девушка под глазами темнели пятна волосы еще больше спутались но больше не придавали истонченными чертами лица миловидности только усиляли усталый и потерянный вид какое-то тут все чересчур все истлевшее вспомнилось ему вот там через кабинет от нас уже несколько лет висит труп лена ткнула пальцем стену просто болтается в петле не упокоенный как положено вот вам версия его надо как-то по-человечески похоронить что ли снять уложить прикрыть чем-то господи да хоть очень наш над ним прочитать не знаю что если поможет павел повернулся к другу и какое-то время они смотрели друг на друга из-под лобби потом парень прихнул головой растер руками лицо макс ты прости я сорвался глупо сейчас выдал он правда чушь это все я давно тебя знаю ты нормальный человек мало ли кто что в шкоре творил мы там все были не ангелы я на психе просто не из-за всего это из-за ночных фокусов из-за лены меня тут одну извини я ерунду наговорил я обещаю да нет ты про начал было здоровяк но павел перебил да ничего я не прав отрезала чтоб тут не было и вообще что кого-то не было оно как в той книжке у кинга страхи из башки тащит роется в мозгах неизвестно что еще что в моих гниущим подростковом возрасте было макс прости он протянул руку и век не промедлив ни секунды сажал его ладонь в своей руке ладно старик проехали через плечо друга он бросил на девушку почти привычный почти спокойный взгляд готовы проведать нашего жмура возле открытой двери в кабинет с повешенным макс заметно занервничал но взял себя в руки упрямо пошел вперед первым долго стоял внутри молчал павел с лена вошли следом и тоже молчали не про ранее слова говорить было не о чем кабинет был пуст в молчании вернулись уже почти привычное помещение с декоративными деревьями и черной нивы по окнами лена прижала свой лбом к холодному стеклу и почти бездумно смотрела на нее пытаясь понять как привычный разумный мир может быть одновременно таким близким и таким недостижимым при мысли о воде в бутылке горло сушило резало садили трескающиеся губы и она старательно гнала ее от себя ныла прокушенная ладонь павел шагал от двери к окну яруша волосы на голове перебирая в голове хоть какие-то варианты спасения ничего толкового в голову не приходило вместо этого лезли дурацкие мысли о школе вспоминались неприятной ситуации драки обиды нет вытеленаправленно он никогда не участвовал в травля но кто знает макс сидел под доской при нас слонившись спиной к стене и крутил в руках тяжелую рукоять пружинного ножа именно он и прервал затянувшееся молчание спустя полчаса первым и по полу загрохотали ключ от машины прокатившись к ногам озадаченного замерзшего павла значит так бойцы спокойно произнес максим рось в карман слушаем мой гениальный план он вынул из кармана фонарь медицинские средства и документы аккуратно положил перед собой пока что единственная дельная и правдоподобная версия у нас это твоя пашка размеренно сказал он усаживайся поудобнее а именно неведомая тварь учуял в своем доме мразь вроде той что ее породила проснулась и решила поиграть вы вдвоем тут ни при чем а значит логично предложить что пострадаете и сдохните ни за что лично я вижу только один выход ты чего несешь шагнул было к нему павел но макс резко приставил к своей груди нож стоять коротко бросил он буквально пригвоздив друга к полу это был тот самый максим который все делал четко и тщательно и парень не сомневался что кончик ножа сейчас смотрит точно в его сердце одно нажатие кнопки щелчок и короче делаем так со вздухом сказал викин задумчиво глядя перед собой и исправился делаете как я закончу берете вещи и в машину думаю вас выпустит прыгаете внутрь и валите отсюда ко всем чертям мою тушку тут оставьте во первых не упрете вы меня даже вдвоем во вторых она может и не дать не стоит рисковать все ясно макс это бред торопливо заговорил павел нельзя же так стой это тебе атмосфера на мозги давит слышишь я тоже связано думать не могу старик это это не выход а что выход тоскливо спросил макс посмотрев ему глаза от обезбоживания тут загибаться ждать что еще тварь следующую ночь придумает жрать друг друга под конец макс слабо подала голос от окна лена и здоровяк обернулся к мне лена ты прости меня я не думал что вот так ваш простите и он щелкнул кнопкой макс заорал павел бросаясь вперед к здоровяку уже щелчком сложил нож обратно и кинул под ноги другу тоже возьмите хрипло сказал он заваливаясь нам мало ли мало ли что на груди викинга располосалось багровое пятно кровь толчками вспухивала в раме понемногу затихая павел рухнул на колене возле еще трепещущего тела не зная что делать он прижимал был в ладонь край но почти не почувствовал там биение даже крови не то что безошибочно пробитого сердца глаза макса уже остановились и стекленели парень торопливо прижала руку шеи но и там не было ничего кроме пока еще теплую и упругость кожи тренированного тела пульса не было макс застанал он бессильно взмахивая кулак трухлявое дерево досок не замечая как тонкие щепки ранят кожу на костяшках у макс собака что ж ты на тело позади тихо всклипнула лена и парень словно переключился он начал торопливо рассовывать по карманам разложенные лидером группы вещи документы нож бинты салфетки он не тронул решив что они больше не нужны лена идем парень торопливо вскочил и зашагал к брошенным ключам от него девушка стояла возле них закрыв лицо руками и с ужасом глядя на поверженного винкинга в ее голове все еще не могло уместиться то что этот огромный сильный мужчина недавно еще казавшийся несокрушимому невозмутимым человек которого ее друг без тени иронии в голове просто называл своим оружием теперь лежит вот так в луже своей крови мертвый это было настолько нереально что даже посреди происходящего вокруг казалось диким и неправдоподобным лен лен павел осторожно встряхнула за плечи и силы отвернул от лежащего макса пошли нам надо идти слышишь сделано уже не вернешь а у нас возможно и правда есть шанс идем он взял ее за руку и она как во сне зашагала за ним в двери к лестнице и вниз главного входа там павел торопливо схватил за ржавый засов и рванул его на себя тот не шелохнулся какого выдохнул парень и рванул сильнее но ничего не изменилось и девушка вдруг накативши на нее тупой волной апатии поняла что ничего не вышло это не должно было сработать вот так и не сработало пока ее паре металл сорвал кожу а засов пытался ногой хоть немного расшатать дверь эта уверенность крепла в ней я наверное просто ослаб без воды выдухнул вдруг павел к черту дверь идем он опять потащил ее за руку коридора где схватил с полу первой попавшийся облом кирпича со всего махал сшвырнул его в окно инстинктивно отворачиваясь от осколков лена не отворачивалась и поэтому прекрасно видела как камень ударился об узкие серпообразные стекла и слязгом отскочил даже не поцарапав их нет замотал головой парень отчаянно озираясь нет 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 не так все должно быть не так так возразило ему эхо опять откликаясь на звенящие под высокими сводами крики он схватил новый обломок и швырнул в другое окно потом еще нет 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 орал он бросая камень за камнем равнодушные стекла что тебе надо собака чего ты хочешь чтобы мы все сдохли он вдруг замер прекрасно понимаю что услышит сейчас в ответ и эхо не промедлила все охотно согласилась она чуть погодя издалека конца конца коридора 100 замер павел хватаясь за пришедший внезапно в голову мысль стой я понял он не умер вот почему ничего не изменилось он промазал ранен но жив правильно лена тоскливо смотрела на друга прекрасно понимаешь что это неправильно но не в силу сейчас отнять у нее хоть какую-нибудь надежду мы там бинт сейчас остановим кровь он здоровый лось он вытянет и там посмотрим кто кого пошли она опять спешила еле поспевая затянущие рукой коридоры и лестницы сменили друг друга словно в кошмарном сне где они наверное находились горло резало глаза жгло с сухими слезами желудок то и дело стягивая рвотными спазмами но пока еще она давила и они бежали к кабинету с деревьями и павел кинул было к лежащему другу но тут же встал как вкопанный какое-то время они стояли так слова опоздавшие на урок ученики потом парень и спустил сдавленный стон и вцепился пальцами в волосы тело не было на полу была небольшая бура даже досыхающая лужа крови бинты и салфетки дом забрал то что хотел лена устала опустилась на колени заплакала без слез парень недоверчиво подошел туда где еще несколько минут назад лежало сильное тело максима осторожно потрогал пальцами кровь на полу оглянулся на вздрагивающую подругу и не проронил ни слова спустя какое-то время они сидели под окном из которого было видно машину павел бою кого в объятиях павшего цепенение девушку и шептал ей на ухо успокаивающую чушь которую уже и сам не верил лена все равно не слышала почти ничего что он говорил перед ее глазами стояла картина наполовину полной пластиковой бутылки с водой на заднем сиденье него тогда утром солнечные лучи падали на ее сквозь окна и бросали живые веселые блики в ее глаза капли этой воды еще холодил и и уголок губ когда она вылезала из машины потом бутылка с водой вдруг сменила картины толчками выбивающиеся из груди максима крови и и замутила она в сухом рвотном позыве уткнулась в колено павла но исторнуть из себя ничего не смогла лишь несколько раз мучительно вздрогнула и в этот момент павел вдруг все понял и мгновение решился лен осторожно позвал он лена слушай есть идея нам надо на крышу слышишь нам надо подняться пошли зачем простонала она ему в колено приходя в себя после спазмов я никуда больше не хочу идти все равно уже нет нет слушай я кажется понял парень тормошил ее заставляя подняться идем я на крыше все покажу идем же она опять послушно плелась за ним по коридорам и лестницам начиная думать что как-то вот так они умрут даже не заметив разницы продолжая мерить истлевшие полы неуверенными неровными шагами вместе с другими кто тут остался за окнами начинали сгущаться сумерки 2 уже ночи в страшном здании когда они выбрались на крышу свежий воздух слегка привел в ее чувство и она сдернула ладонь из пашиной руки я не пойду далеко лена мотнула головой я высоты боюсь говорила же я знаю это глупость сейчас нет 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 тебя нет как раз никуда тебе идти и не надо ну то есть слушай заговорил он осторожно отступая к краю крыши я же тебе говорил макс голова он правильно все понял только блин он же уже ну нормальный парень был не додумался паш стой напряженно сказала лена глядя на ее друга все ближе подходящий к краю крыши со стороны фасада ты слушай мы все же верно торопливо продолжал парень начиная рыться в карман она тут держит тех кто других до самоубийства довел это же очевидно а я что сделал я же макса прямо в лицо орал что мы тут из-за него сдохнем я его прессовал морально сломал вот в чем дело паша теперь меня тут держит понимаешь паша нет не смей вдруг крикнула девушка таким голосом что ее вдруг вздрогнул это все бред собачий с самого начала и макс твой и ты сам вышел чего тут не так поняли все так ленка все один к одному грустно качнул головой палом и бросил к ее ногам ключи от машин ты сейчас пойдешь вниз к дверям нет пойдешь потому что тут над входом бетонный козырек это два метра с гаком до три этажа потолки высокие но шанс есть ты пойдешь вниз сядешь машины и поедешь за помощью трогать меня не смей таких только врачи павлик нет еле слышно простонула девушка опускаясь на колени и беспомощно царапая грязную поверхность крыши ногтями не бросай меня тут одну ты обещал ты тоже мне кое-что должна обещать лена серьезно сказал он глядя ее глаза прямо сейчас слышишь она обессиленно замотала головой и просительно протянула к нему руку не находя слов три этажа сумрачного здания плотно и неизвестного кошмара вдруг стали за ее спиной темным монолитом в которой ей придется идти одной пока пока он ты обещаешь мне выжить потому что я не хочу делать это парень ткнул пальцем за спину в пустую обещай мне обещай мне сейчас я обещаю беззвучно одними губами произнесла девушка теряя последнюю надежду и ни капли не веря в то что говорит я выживу теперь иди сглотнул павел спеши но будь осторожна береги себя ключи бери ключи и иди к машине иди сорванная с колен его отчаянным криком она схватила с крыши ключи и шарахнулась в провал открытой двери лестница встретила ее сгущающим сумраком лена спешила вниз шатаясь хватая за стены перила в голове крутилась яркие сцены того что она и вам и одна лестница ногу остается лежать тут ожидая ночи и новых шагов от которых уже не затащит даже мнимые преграды истлевшей двери пока ее любимый человек умирает снаружи на бетонном козырьке над входом уже подбегая главным дверям лена услышала откуда-то сверху глухой удар от этого звука у нее едва не помутнело в коленях в глазах она судорожно схватилась за ржавую перекладину засова вцепилась в короткую ручку и рванула что было сил проворачивая засов заржавевших ушках металлической двери она уже чувствовал как лопается ее рывками застрявшая ржавая корка как стержнем крутится вокруг своей оси и освобождая себя и место для движущейся наружи и тела болезненный рыбок едва не вывернул ее плечо и вернул ее в реальность засов не шевельнулся ни на миллиметр все также составляя со старой двери дивная равнодушное целое лена недоверчиво смотрела на него несколько секунд потом дернула еще раз и вдруг и спустила напряженные и самой собой крик похожий скорее на клокот птицы чем на звук рожденный человеческим пусть и сушеными голосовыми связками девушка ударилась о металлическую дверь всем тела беспорядочно дергая засов туда и сюда выкашливая из спящего горла какие-то дикие сухие птичьи крики безуспешно шатаясь она метнулась в коридор схватила обломок кирпича и в упор швырнула его в стекло даже не пытаясь прикрыть глаза обломок отскочил от мутного стекла царапав ей щеку запрокинув голову лена издала мучительный протяжный вой в котором казалось растворилась и канули темноту под сводами ее последние силы не тоскливый зов потек по коридорам лестницам пролетом кабинетом пробуждая в них немного удивленное но вполне уверенное эхо нет спрашивала она с одной стороны но с другой нет почему почему бы и не закончилась ее в голове знакомые в врачи вы голы все правильно все так и должно быть она бездумно смотрела темнеющие окна потеряв последнюю связь с реальностью совершенно не понимая как все это возможно как она осталась тут в этом заброшенном страшном доме совершенно одна без возмутимого уверенного в себе викинга без такого родного и близкого павлика паша лена вздрогнула будто от пощечины уже сейчас там на карнизе прямо под окнами кабинета может быть живой шатаясь слова пьяная скользя по обломкам кирпича и она опять подошла к лестнице на пороге кабинета девушка замерла не в силах заставить себя подойти к окну и увидеть там там изломанное тело окровавленное изломанное тело своего любимого и все же пошла неведомые ей самой силы заставляя себя делать шаг следующий шаг следующий к мутному покрытому многолетней грязью окно окну все еще достаточно прозрачному чтобы показать ей то то что сделала с ним с ее павликом падение с крыши на широкий бетонный козырек над главным входом она делала шаг за шагом мучительно вглядывая снаружи вот показалось крыша машины край козырька скрывающий ее пассажирский борт лена чуть помедленно и сделал еще шаг потом сама не понимая какими силами еще один ей казалось что на грязном бетоне замаячила полукруглый край темного пятна она не могла вспомнить было ли там такое пятно раньше когда она смогла смотреть в окно машину никак не могла вспомнить ты помнишь с укором сказал вкратчивый голос еще шаг и пятно стало виднее отчетливее конечно же она помнила там ничего не было сухой пыльный бетонный козырек по которому сейчас растекалась лужи крови полукруглый край лужи напоминал изогнутое лезвие биты стеколом в окнах он был таким же безжалостным и неумолимым шаг еще шаг лена приближалась к окну и уже ничему не удивлялась в тяжелом ступоре смотрела вниз на широкую лужу черный как приближающаяся ночь крови лужа слишком большая чтобы оставить хоть бы мнимую надежду на то что вчера человек проливший эту кровь остался в живых особенно когда в ней не было тело на козырьке не было тело только растекающиеся лужи крови лена точно знала сколько постояла там в апатии без мыслей и чувств в какой-то момент она вдруг поняла что мутные стекла окна становится все тусклее наливаясь темнотой слишком быстро для обычных сумерек потом также апатично осознала что дело не стеклах это весь мир вокруг ее сужается стискивал со всех сторон подкрадывался тьмой из-под потолка из углов и закон шатнувшись она отвернулась от окна уже готовую встретить лицом к лицу то что придет за ней за последний она увидела совсем иное хоть и не могла сказать что это и удивило посреди кабинета с потолка висела аккуратно связанная пустая веревочная петля висела ожидающая лена сделала неуверенный шаг а потом темнота окончательно окутывая девушка наконец-то потеряла сознание петля была последним что лена увидела когда упала в обморок и когда пришла тьма она же была первым что нашли ее глаза когда темнота раступилась хотя раступилась слишком сильное выражение сумерки сгустились а в неосвещенном здании за грязными стеклами темнота уже почти вступила свои права и все же светлые рощерки веревки висящие с потолка были отчетливо видны девушка сглотнула тут же закашлялась резь и иссушение сорваны криком горло почти невыносимо болела она же боль вдруг напомнила есть что она жива пока еще жива а еще кое-что я выживу несмотря на жажду ее тело хранила еще достаточной силы чтобы быть подняться с пола пошатываясь леном приблизилась к петле и положила в нее пальцы забинтованной ладони кожу защекотали колючий волокна веревки абсолютно реальные более реальные казалось ей чем то что было вокруг нее петля висела очень удобно нет нужны доверять свою жизнь трухлявым стулья чуть подпрыгни ухватись руками повыше подтянись сунь голову и девушка на миг очень ясно увидела как она борется за последние крохи воздуха едва касаясь полу носками кроссовок которые будут царапать доски все слабее слабее пока не перестанут совсем этого хочешь да сипла спросила она глядя на петлю как тут устроен каждый сам петля молчаливо соглашалась рука девушки бессильно упала к бедрам и она дернулась от внезапной боли посмотрев вниз лена с удивлением увидела высунувшиеся из кармана джинсов ребристый край пружинного ножа максима девушка даже не могла вспомнить толком когда успела сунуть его туда бездумно собирая брошенные и павликом вещи мысль о павлике колыхнула в груди тупую боль и отчаяние она медленно потянула тяжелую рукоять из кармана подержала на ладони а потом почти бездумно щелкнула кнопкой выстреливающее лезвие и быстрым сильным движением полосанула по висящей петле с первого раза прочную веревку не поддалась и она замахнула ножом еще раз превращая кольцо в неровные хвосты веревки которая озадаченно покачивались теперь без бесполезный пошел ты прошипела она сорвавшим голосом я еще жива сухим щелчком сложив лезвие она попрела к выходу сама толчком не понимая что делать то дальше коридор встретил ее более густой темнотой чем-то что осталось в кабинете она стояла посредине него быстро теряет то мужество которое вдруг проснулась в ней за несколько секунд впереди была очередная ночь здания наедине с неведомо недоброй силы который как теперь уже было понятно было абсолютно плевать что ты делал в прошлом ей было чтобы все каждый вошедший сделал лишь то что сделала в прошлом она так или иначе тревожное чувство опасности сгущалась вместе с темнотой заставляя каменеть спину почувствовал взгляда откуда-то сзади открывая дверь кабинета за спиной вдруг начала слепять в нее оборочный ужас мелькнула была мысль вернуться туда и провести еще одну ночь в замкнутом пространстве но она тут же отбросила ее что с ней будет если в кромешной тьме она вдруг услышит как тяжелые вздохи максу стены или как снаружи тихо постучит в окно и и павлик прося впустить лена мучительно вздохнула окончательно теряя остатки мужества она почти насильно заставляла себя оглянуться уже ожидая увидеть дверях чей-то силуэт но увидела ничего она не увидела что напугало ее гораздо сильнее ей казалось что нельзя испугаться сильнее но как же она ошибалась проем кабинета был пуст но это принесло облегчение потому что неподалеку зияло открытым прямоугольником дверь соседнего кабинета и отсвечили последними крохами дневного света проема тех кабинетов чьи двери она могла увидеть с места где стояла прижимая руки к спазматической сжимающейся груди все двери кабинета были открыты то ли в ожидании когда она войдет в них сама то ли в готовности выпустить из них что-то локти и колени как суставы у паука в различные стороны торчат говорил в ее голосе максим ноги совсем как в бедрах вывернула нет это было для макса что выйдет к ней чтоб подтолкнуть к окончательному решению ее павлик страшно изломанный окровавленный с острыми осколками ребер торчащий с груди понурый макс с темным багровым петоном футболки или она содрогнулась ее ждет целый парад все или все кто когда-либо по неосторожности или по неопытству или по любопытству заполнял или заползал в эту бетонную мухоловку все они теперь тут разбившиеся в отчаянно прыжке с высоты изрезанные осколками стекол сломавшие кости в панике метающиеся по лестнице или просто тихо уступившие последний взгляд потеряв веру в спасение и конечно повесившиеся те кто принял молчаливое приглашение висевшие с потолка петли я живая еле слышно прочти простительно прошептала девушка не чувствуя силы в этих словах ноги теперь уже почти еле волочились вели ее к двери в кабинет где когда-то она нашла скелетообразное тело повешенного она не понимала зачем туда идет ну шаг за шагом приближалась к тусклому светящемуся остатками вечернего света проема ежесекундно ожидая что там мелькнет чья-то тень что из дверей навстречу шаркая подволакивая ноги выйдет хозяин петли может упрекнет в том что именно она своей неуместной шуткой навязчивым любопытством разбудила его объяснить наконец-то что именно она причинила происходящего а вовсе неостороженные слова и поступки и спутников но никто не вышел все также обмирая от липкого ужаса лена заглянула внутрь и тихо заскулила посередине кабинета спутников потолка равнодушно висела пустая петля девушка отвернулась и шатаясь бездумно поплелась в темноту коридора сумерки окутанные здания охватывали ее с разных сторон она плохо понимала куда и для чего шла резь в горле была почти нестерпимой лена пыталась глотнуть или прокашиться но в итоге просто разрыдалась без слез издавая те же самые птичьи и жалобные крики они кружили в темноте возвращаясь страшным эхом будто кто-то недалеко кто-то еще вскрикивает нечеловеческим голосом то ли дразняя ее то ли вместе с ней кричат более отчаяния к своему удивлению лена пришла в себя посредине спортзала видимо сама того не понимаю она пришла туда откуда все началось темноте двухэтажного зала рядом с высокими окнами словно апофеоз всего что произошло вместо каната свешивалась с румрачным высоком потолке веревка с пустой петлей на конце девушка уже без сопротивления поплелась к ней старые маты чуть попружинили под ногами расползаясь куча истлевшего каната цеплялась за ноги чуть подпрыгнуть подтянуться лена вдруг вспомнила что когда ты была одной из немногих девочек классик которые могли забраться на самый верх под потолок это был единственным местом где болезненный страх высоты покидал ее потому что она не смотрела вниз смотреть назад значит смотреть пропасть это всегда страшно основана смотрела вверх туда где канат был затянут тугим толстым узлом возле потолка у нее была цель и она без остановки шла к ней пока не касалась ее ладони иссохшие губы болезненно потрескались растягиваясь в улыбке я живая прошептала девушка петли и подпрыгнула схватившись за веревку первую секунду она решила что ничего не выйдет что у нее просто не хватит сил но они нашлись появившиеся то ли из из сушеного но все же молодого и здорового тела то ли из тех глубин которые она и сама в себе никогда не подразумевал подозревала раз за разом перехватывая руку на ключевой веревке постановая от боли внующие прокушенной ладони она снова и снова подтягивалась вверх и тянула себя все выше и выше когда ноги наконец смогли цепляться за болтающие синицы и конец веревки стало немного легче иногда лена видимо вновь проваливалась сумерки сознания но руки и ноги делали все сами до тех пор пока она вдруг не осознала что висит под самым потолком глядя на узел он был меньше привычного каната руки дрожали от усилия но пальцы пальцы цеплялись за веревку мертвой хваткой удобнее перехватившись слишком тонкие упоры ногами лена несколько секунд собиралась силами а потом разжала пальцы одной руке осторожно протянул их в карман за ножом лезвие сухо щелкнуло выстрелю из узкой прорезины в торце ребристые рукоять рывок тяжелого клинка чуть не вывернул оружие из уставший онемевший кисти или нас с утра нажала его я показала что даже сгустившись темноте она видит темные пятна на ку-це ножа кровь макса которые никогда бы не сделал с собой такого если бы не и его обманули обманули что для него все кончено и казалось что она чувствует тепло руки павлика который бросает ей этот нож стоя на краю крыши он тоже ни за что бы не сделал тот шаг если бы его не обманули что выход только там все ложь правда в том что я выживу хрипло и зло сказала лена и проснул бритвенно острая кромка под самый узел верёха вспухла разворачиваясь венчиком разорванных волокон и лопнула короткие секунды потения показались девочка почти эфирическими она летела поворачиваясь спиной вперед глядя как медленно удаляется узел от потолка видела как ветер скидывает над ее лесами пуст густые волосы как вьются кольцами веревка рядом с ней даже резь в пересохшем горле и боль растекающиеся по гумам слов отпустили на миг оставив ее улыть в ласковом незабытие последним осознанием движения она отбросила в сторону нож а потом невесомость исчезла и тяжелый удар спину выбил ее сознание когда лена пришла в себя высокие окна еще давали какие-то крохи пепельного света она решила что пролежала тут среди обрывка старого каната остатков истлевшего мата совсем недолго болел затылок уже привычно резала в горле жгло губы мыла забинтованная ладонь но больше не болело ничего и это пугало сильнее всего что если она сломала себе спину что если теперь она будет лежать тут неподвижного ожидания ночи шагов смерти почти насильно ли она заставляла сжать руку в кулак и почувствовала что рука слушается тогда осторожно медленно девушка опустила руку к джинсам и провела пальцем по ткани на внутренней стороне бедра она читала где то что период при переломе позвоночника человек может обмочиться джинсы были сухими и жесткими как ее горло приподняв голову лена нашла взглядом кончики своих кроссовок подавив ужас лена заставила шевельнуть ногой белых кроссовок ободряюще замаячил в темноте покачиваясь девушка облегченно вздохнула или перекатилась на бок встала на колени и тут же взвыла от боли которая острым стержем пробила спину едва не вышибла об сознание из ее головы она отдышала и стараясь держать спину прямо осторожно встала на ноги видимое падение все же не прошло бесследно для ее позвоночника но она могла двигаться идти а это сейчас самое главное постановая то и дело дергаясь от боли спине лена собрала веревку которая к удивлению все еще лежала спутанные кольца рядом с тем местом где она упала и поплелась к выходу из спортзала темноту коридоров гулкие сумрачные своды и пыльные лестничные марши опять погрузили ее в полусон пару раз ей мерещило что в открытых дверях кабинета она видит боковом зрения смутные фигуры девушки казалось что шороху ее шагов вторит в темноте не только своевольное эхо что где-то неподалеку будто прямо следом за ней идет кто-то еще но она не оборачивалась смотреть назад значит смотреть в пропасть крышу встретил ее порывом свежего ветра тусклые розовые полоски уходящего заката за горизонт в голове прояснилось почти уверенно она подошла краю крыши где из ее торчали гнутый кусок трубы который когда-то был началом пожарной лестнице накинув петлю на изгиб лена всем весом откинулась назад закрепив и закричав от боли и петля привычным хваткой стиснула непривычную холодную жесткую добычу рыдающий выдохнув девушка вышинула веревку за край и замерла собираясь с мыслями они понятия не имела как будет спускаться вниз при таких болях в спине и не повредила ли она позвоночник еще больше не знала как далеко хватит веревки из какой высоты придется прыгать на заросли но все же это был шанс даже прыжок на бетонное покрытие лили асфальтовый двор она даже не могла быть уверена что веревка просто не исчезнет в ее руках растворившись в воздухе как только она окажется за краем стены но она точно знала что такой привычный страх перед высотой вдруг бесследно пропал сейчас потому что там внизу была ее цель и она не оставит это пока не коснется ее ладонью пропасть которую нельзя смотреть сейчас была сзади а оглядываться ленья не хотелось осторожно стараясь не тревожить спину она перекинула ноги за края начала понемногу сползать перенося вес на веревку то резала пальцы пока не думала растворяться в воздухе отправляя ее в последний полет к земле как совсем недавно спортзале девушка раз за разом осторожно перемещала руки по веревке глядя как мимо ее глаз проплывают один за другим ряды кирпичной кладки в голову пришла мысль о том что исчезнет веревка могла и в то время когда она поднималась спортзале пока не пока она лежал без сознания это немного при ободряла и и потому что хозяин тут решил пока подождать ноги перестали ощущать поддержку где-то на уровне второго этажа еще какое-то время лена сползала на одних руках судорожно цепляясь за веревку и стараясь сократить расстояние до земли хотя бы на метр на полметра наконец она поняла что висит почти на самом конце на краю зрения маячила что-то темное и повернув голову девушка поняла что висит совсем рядом с окном в коридор второго этажа где неподалеку был вход в кабинет с декоративными дирекциями где лужи крови макса на полу темноте коридора вдруг что-то шевельнулась стану нарастающим ужасом девушка смотрела как со стороны окна движется неловкая ломкая фигура спустя не некоторое время наполнявшие липким ужасом мгновение лена поняла что фигура не приближается из коридора а выходит прямо из глубин мутного загрязненного стекла которому она сейчас повернута и упирается бедром в стену висела лицом почти вплотную к нему фигура выплывая из темной глубины преступного окна менялась и плыва по очередке принимая очертания повешенного потом хромающего подростка потом ломкое движение и вроде павлик в конце концов перед его глазами оказалось лицо подростка лет двенадцати устало и изможденное с падающими на лицо социальной челкой и полными бесконечной усталости глазами под ним усталости и чего-то еще какого-то требовательного вопроса который лена вдруг поняла потому что так нельзя почти беззвучно шепнула она ему потому что не выход как бы ни было это не выход мне почти жаль тебя но ты ошибся она еще мгновение смотрел на требовательный усталые глаза которые словно спрашивали почему она висит они на правильном конце веревки не в петле потому что пока жив ты не проиграл наконец сказала девушка и разжала пальцы она пыталась группироваться приземлиться перекатом на спину пришлось больно и конечно же ничего не вышло земля тараном ударила в ноги швырнув ее в бок левое бедро взорвалось огнем который тут же отозвался жгучим эхом спине лена упала в сухие кусты высокой травы чудом не выбежит глаз разодрал локоть и щеку когда боль разрешила ей вздохнуть выдох вырвался из ее иссохшего горла по протяжным мучительным криком и все же она была еще жива и она была снаружи перед крыльцом главного входа позади которого лежала сейчас лена стояла черная нива с половиной полная бутылкой воды на заднем сиденье совсем недалеко для молодой сильной девушки которая она была безмало двое суток назад почти в другой вселенной для того сгустка боли и слабости что содрогается сейчас без сильных рыданий посреди поломанной травы но у нее была цель лена быстро отказалась от идеи встать левое бедро невыносимо болело и кажется начинала распухать когда она поползла опираясь на здоровую ногу мучительно дергаясь от выстрелов боли позвоночники хватаясь за пучки жесткой травы сухой подтягивая себя раз за разом все ближе и ближе трава колола из содранной ладони и иногда девушками мерещилось что она вновь лезет вверх по шершавой веревке туда где под самым потолком был тугой узел каната с какого-то момента связанное сознание опять покинул ее путь стал похож на плавание посередине ночного шторма девушка была заперши в океанском судне которая то взрывалась на панике волны то обрушилась пропасть между двух черных валов боли боли в спине и в бедре ныряя вниз она словно зарывалась носом в темную воду которой была боль волна накатывалась под ее ногами до головы снова чувствуя мысли приходящие уходящие сметая сознание как вал воды сметает палубы посторонние предметы но вновь и вновь лена с удивлением находила в себе силы разобраться сделать новый и новый рывок черная нива вода жизнь у нее была цель и она не останавливаясь пока не коснется ее ладонью когда темные разводы воды раступились лена с удивлением обнаружил что стоит возле водительской двери и ступененно держала ручку ручка бесполезно щелкану напоминая равнодушным неловимом засове на главной двери девушка тупо смотрела неприступную преграду чувствую как где-то по забытых уже глубинах сознания запускаю какие немыслимо странные сейчас привычной логической цепочкой мысли машина заперта ключ лена обомлела с ужасом осознавая неизбежная ключ наверное выпал из кармана джинса в куртке когда она упала на землю или вывалился пока она ползла он где-то там в темноте посреди сухой колючей травы на дне темного океана боли но ее рука невзирая на мучительный ужас который вызывал вспыхивание эмоций продащащейся его голове мысли уже скользнул в карман и наткнулся там на холодную пластиковую коробку спустя полминуты неправдоподобным мучительных и ужасным исключений будничная не выпискнула сигнализации замки щелкнули ободряющий помегиваю оранжевых поворотников по птичьи вскрикнула от боли лена встряхнула себя на водительское сидение и тут же забыл обо всем кроме воды которая вдруг стала такой реальной и немысленно близкой уже не обращая внимание на боль девушка дотянулась до бутылки торопливо сорвала крышку и жадно цепилась губа не в ребристое горлышко ей раньше в голову то не приходило как могло может быть заключено в таких простых и привычных движениях спазматических сокращенный языком и горло никогда еще слова вода и жизни были настолько одинаковы почти неразличимым для мозга не пей все заботливо подсказала заднего сиденья павлик стошнит ли тормози совершив над собой почти невозможные усилия девушка послушно оттянула от губ вожделенное горлышко и часто задышала ей казалось что она чувствовала как стенки желудка жадно всасывают долгожданную жидкой как расширяется кровь и течет по ее телу как тело наполняется жизнью потом пришли мучительные судороги но и удалось пересилить себя не выплеснуть обратно только что выпитое сокровище вместе с жизнью к ней возвращалась постепенно чувство ночь наполнявшие шорохом травы стрекать невидимых насекомых еле заметны в прикосновении прохладное ночного ветра где-то вдалеке кажется чуть слышно шумели двигатели автомобиля на трассе ей нужно было смотреть в зеркало заднего вида чтобы убедиться что машина пуста память услужливо показала ей серповидный край темные лужи на пыльном бетонном козырьке смотреть назад значит смотреть в пропасть лена сделала еще несколько больших жадных глотков и тщательно завинтила крышку поворот ключа заставил прибодриться доску приборную загорелись разнообразные огоньки не к месту напомним о гирляндах на новогодние елки с трудом подавив истерический смех девушка провернула ключ дальше бодро же зажужжал стартер следом успокаивающе ровно и сильно заворчал двигатель лена несколько раз толкнула ногой педаль газа слушаясь в уверенное завывание пользоваться механической коробкой передач она умела но с трудом представляла как будет выжимать сцепление ногой бедро который сейчас натуженно натянула ткань джинсов и горела огнем сначала она затягнула ремень безопасности пару раз дернувшись при этом от боли спине при мысли о том как глупо было бы теперь разбиться в темноте пройдя через все что было у нее едва не вырвалась очередной истерический смешок помогая себе руками лена поставила левую ногу на педаль и попробовала нажать 0 из беспомощно взвыла от боли отчаянно попыталась вернуться вновь вступить свои права но для него уже не было места несколько раз глубоко вдохнув девушка схватилась одной рукой за рычаг переключения передач а другой сила надавила на колено левой ноги одновременно пытаясь хоть как-то продавить ее педаль сцепления посреди взвихляющегося поворота боли она почувствовала как поддалась под стопой металлическая педаль судорожно рванул рычаг ей удалось включить первую передачу и даже каким-то чудом вовремя дать газу тронув автомобиль с места него шорохом покатилась по земле давя ребристыми колесу их сухую траву заброшенное здание озадачено продолжала смотреть с нее в темно из темноты схлипывая от боли лена торопливо включила на дальний свет и направила машина к воротам ехать на первой передаче долго было невозможно значит надо переключить было еще хотя бы раз она была почти уверена что не сможет повторить это еще дважды набирая скорость для 3 передачи девушка сжала зубы и постаралась на править машину как можно ровнее в створке ворот а потом выпустила руль и опять схватила рычаг что было сил нажала другой рукой на колено а ногой на сцепление крик боли заглушил войск режет и переключение передач машина пошла рывками но лена почти бездумно подтолкнул ее вперед педалью газа опять хватаясь за руль она чуть не опоздала колесо рывнула неверную в темную сторону выбоины него игриво вырулила едва не врежусь справа в металлический столб на котором висела сваренная из арматуры створка вывернув руль последний момент девушка с скрежетом прошла в притирку со створкой которая закачалась и с хрустом сорвала боковое зеркало что-то лягнула позади она оказалась за пределами ворот машина уверенно бежал по ухабам заставляя водителя то и дело вскрикивать от боли но все же унося из неуловимых тисков заброшенного комплекса из едва не затянувшиеся петли лена бросила взгляд туда где недавно было боковое зеркало и все-таки кашлянуло сухим злым смешком зеркало заднего вида сейчас не было смотреть назад значит смотреть пропасть цель была впереди и она не оставляла покоя пока не коснется ее ладонью потому что пока жив ты не проиграл надеюсь вам понравилась данная история это вторая часть извините что выпускаю так долго но перешел на новую программу оставляем комментарии ставим лайки и ожидаем новых